Солнце на 1 сентября можно считать хорошей приметой. Не каждый год начало осени выдается таким погожим. И сразу хочется пожелать первоклассникам, чтобы вся их школьная жизнь была такой же яркой и солнечной, как этот день знаний. Радует, что в этом году в Назарево набрано два полновесных первых класса – 65 человек. Такого уже давно не было. На учебные подвиги ребят напутствуют глава поселения Марина Шибанова и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Директор школы вручает наиболее отличившимся воспитанникам дипломы. После линейки – осмотр приобретенного с помощью депутата спортивного оборудования и инвентаря. Просьба о его покупке поступила к Дмитрию Голубкову еще во время предвыборной кампании. Мы просто попали на встречу с Дмитрием Аркадьевичем и в последние минуты была возможность задать вопросы. И вы знаете, я просто с таким вот каким-то отчаянием просто так получилось, что подняла руку и мой вопрос был последним. И мне просто вот искренне попросила, что вот когда вы победите, не забудьте маленькую сельскую школу, где не было на тот момент даже баскетбольных мячей хороших. Этот вопрос был услышан, но я рада, что этот человек победил, что не забыл про свои обязательства тем, кто был на его встречах. Мы ему очень благодарны. Теннисные столы и ракетки, игровые мячи для баскетбола и волейбола, лыжный инвентарь и множество других необходимых вещей, без которых полноценный урок физкультуры провести невозможно. Вместе со спорта инвентарем школа смогла закупить и оборудование для кабинета физики. Теперь ребята смогут самостоятельно проводить опыты, а такая возможность есть не у всех даже крупных городских образовательных учреждений. Физика – это такой специфический предмет, который сдается только в тех школах, где есть подготовленная база. А именно вот этот комплект и является возможностью сдавать не только теоретическую часть, но и практическую часть кимов – контрольных измерительных материалов. Теперь наша школа может быть базовой для других школ, потому что физика – это пока предмет очень унитарный, и сдают физику все-таки немногие, относительно немногие. Посещение спортзала Дмитрий Аркадьевич, известный поклонник баскетбола, завершает точным трехочковым броском и отправляется на встречу с одиннадцатиклассниками. Тема открытого урока – секрет успешной самореализации в современном мире. Коротко и просто, один из наиболее успешных руководителей региона рассказал ребятам о нескольких простых, эффективных и универсальных инструментах для быстрого достижения целей. Жаль, что важность этой удивительной по откровенности и обилию ценнейшей информации встречи они, скорее всего, смогут оценить лишь спустя годы. У старшеклассников самая главная тема, самый главный вопрос – это как дальше двигаться по жизни, какие выбирать профессии, направления развития, чему учиться. Вот мы сегодня как раз обсудили данные подходы, было очень интересно пообщаться, послушать вопросы. Знаете, я очень рад за нашу молодежь, что очень внимательно слушают и задают, самое главное, правильные вопросы. День знаний в Назарево завершают поднимающиеся в небо воздушные шары. Еще один символ наступления нового учебного года. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.